Друзья, всем привет! Основой нашей сегодняшней самоделки послужит вот такой сломанный смеситель. И для начала разбираем его полностью. Для этой самоделки нам будут также нужны гибкие шланги для этого смесителя. Можно брать дырявые или старые, но у меня без дела от ремонта остались новые метровые шланги. Оказались длинными, теперь пойдут в дело. Разобранный смеситель будем устанавливать в верстак и сделаем для этого отверстие. Субтитры сделал DimaTorzok Устанавливаем смеситель вверх ногами. Затем берем тонкий провод и удаляем внешнюю изоляцию. С помощью шуруповерта скручиваем провода, так чтобы они превратились в одну скрутку. А делали мы это для того, чтобы просунуть эти провода в медную трубку. Такая трубка применяется в системе тормозов на автомобилях. Продеваем провод в нее. Затем трубку с проводами внутри продеваем в гибкий шланг. Такая трубка подходит туда идеально. Готовую конструкцию закрепляем в смесителе. То же самое повторяем и со вторым комплектом. Продолжение следует... Далее под верстаком скручиваем и спаиваем провода. Так как провода тонкие, то на фазу и ноль будет по два провода, которые скрутим с общим проводом и подключим вилку. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь займемся верхней частью шлангов. На них, слегка подогрев, накручиваем крышки от патронов и соберем весь патрон. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Подписывайтесь на канал. Смотрите продолжение в следующей серии.